Речевая разминка У мамы мыло, мама моет раму, чтобы чисто было, мама моет аккуратно и всё просто и понятно. А если вдруг все части местами поменять, то ничего мы с вами не станем понимать. Вот мы дим в мума, а у мима ломы. Мама едмо мура, бычто то число бы. Читаем быстро, в ускоренном темпе. Мама едмо мура, бычто то число бы. Теперь прочитаем это же стихотворение, начиная быстро и постепенно будем замедлять темп. Вот мы видим маму, а у мамы мыло. Мама моет раму, чтобы чисто было. Мама моет аккуратно и всё просто и понятно. А если вдруг все части местами поменять, то ничего мы с вами не станем понимать. Вот мы дим в мума, а у мамы ма ломы. Мама едмо мура, бычто то число бы. А теперь прочитаем это же стихотворение выразительно. Вот мы видим маму, а у мамы мыло. Мама моет раму, чтобы чисто было. Мама моет аккуратно и всё просто и понятно. А если вдруг все части местами поменять, то ничего мы с вами не станем понимать. Вот мы дим в мума, а у мамы ма ломы. Мама едмо мура, бычто то число бы. Мы прочитали с вами стихотворение «Путаница». Почему оно так названо? Когда речь бывает непонятной, когда говорят невнятно или когда неправильно произносят слова. Сегодня мы с вами начнем изучать новый раздел. Откройте учебник и прочитайте его название. Мы начинаем раздел «Радуга, дуга». Как вы думаете, какие произведения помещены в этот раздел? Давайте проверим ваши предположения. Прочитайте ключевые слова раздела. Песенки, пословицы, загадки, считалки. Это малые литературные жанры. Их относят к устному народному творчеству. Вот его-то мы и начнем изучать. Прочитайте, что говорит об этом Ане. Я люблю отгадывать загадки. Это очень интересно. Сначала думаю, представляю, что бы это могло быть. А потом вспоминаю уже знакомые загадки. Правда, не всегда получается. Ваня говорит. Моя бабушка знает много пословиц и поговорок. Она часто говорит без пословицы, речь не молвится. А ты понимаешь смысл этой пословицы? В нашей стране проживают люди разных национальностей. Татары, удмурты, армяне, азербайджанцы, русские, хакасы и многие другие. На земном шаре народов еще больше. Французы, греки, чехи, немцы, итальянцы, англичане и многие другие. И у каждого народа есть свое устное народное творчество. Со многими сказками разных народов вы знакомы и еще будете знакомиться. А сегодня мы познакомимся с народными песнями. Как вы думаете, о чем пели наши предки? Что для них было самым важным? Самым важным для наших предков это был урожай, погода хорошая, чтобы была для урожая и природа. Алексей Николаевич Толстой говорил, русский народ создал огромную устную литературу, мудрые пословицы, хитрые загадки, веселые и печальные обрядовые песни, торжественные былины, героические, волшебные, бытовые и пересмешанные сказки. Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она укрепляла его нравственный облик. Была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанных с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов. А какие погодные явления влияли на урожай? Сейчас мы с вами прочитаем песенки русского народа на странице 29 и 30. А вы должны ответить на вопрос, кому обращены слова каждой из песенок и подумать, в какое время года и почему они исполнялись. Давайте прочитаем все вместе первое стихотворение. Читайте вместе со мной. Ах ты, радуга-дуга, ты высока и туга, Не дай дождичка, дай мне ведрышко, Чтобы деткам погулять, чтоб теляткам поскакать. Нужно солнышко, колоколнышко. Кому обращаются здесь в этой песенке русский народ? Кому он обращается? Он обращается к радуги-дуге, Чтобы она дождичка не дала, А наоборот, чтобы солнышко было, Чтоб деткам погулять, Да теляткам поскакать. Читаем следующую песенку. Дождик, дождик, веселей, Капай, капай, не жалей, Только нас не замочи, Зря в окошко не стучи. Брызни в поле пуще, Станет травка гуще, А здесь кому обращение? К дождику, Для того, чтобы он брызнул в поле, И травка стала гуще. Перевернем страницу, тридцатая. Следующая песенка. Идет матушка весна, Отворяй-ка ворота, Первый март пришел, Белый снег сошел, А за ним и апрель, Отворил окно и дверь, А уж как пришел май, Солнце в терем приглашай. Жаворонки, жавороночки, Прилетите к нам, Принесите нам лето теплое, Унесите от нас зиму холодную. Задание. Еще раз подумать, Кому обращены слова Каждой из песенок, И в какое время года Они исполнялись. Прочитайте еще раз эти песенки И ответьте на вопросы. А сейчас мы с вами познакомимся С зарубежными песенками. Песенки разных народов. Удмурстская песенка. Дождик чаще, дождик пуще, Чтобы рос овес погуще, Чтобы в ковшике у нас Был всегда овсяный квас, Чтобы в каждой чашке-плошке Были вкусные лепешки, А по праздникам блины Вот такой величины. Мы лесами шли густыми И оврагами крутыми, Где медведя не бывало, Где и птица не летала. Там в дупле большой осины Угнездился рот рой пчелиный. Мы медок соберем, Деток накормим. Чувашская народная песенка. Приди, приди, солнышко, Под мое оконышко, Засвети щедрее, Всех согрей скорее. Лей щедрее, солнышко, Золотого конышка, Деточки играют, Тебя ожидают. Украинская песенка. Прочитайте эти песенки И ответьте на вопрос, Что вы находите в них общего С русскими песнями? Читаем дальше. Кто явится первый, Приедет в карете, В нарядной карете на паре коней, Второй, в таратайке, На ослике третий, На чём же четвёртый? На паре свиней. Английская народная песенка. Маленький барашек Нам мешок кудряшек Подарил к зиме, Подарил к зиме. Вышла брату шубка, Вышла маме юбка, И носочки мне, И носочки мне. Шведская песенка. Усталый человек идёт, Рукой с лица стирает пот. Счастливого пути! Карета кое-как ползёт, Усталый конь её везёт. Счастливого пути! А в океанах корабли От родины своей вдали Счастливого пути! Пускай кто едет, Кто идёт, Всегда свой путь Домой найдёт. Счастливого пути! Голландская народная песенка. Ослик мой, Быстрей шагай, Едем мы в далёкий край. Что оттуда привезём? Привезём в родимый дом Ломтик солнечный в мешке, Ломтик лунный в узелке. Французская народная песенка. Задание. Выбери из прочитанных песенок Наиболее интересную для тебя. Выучи её. Остальные песенки Выразительно прочитай Несколько раз. И ещё мы с вами прочитаем Мордовскую песенку Потешку. Под горой избушка Там живёт старушка, Там живёт старичок, Три овечки и сверчок, И смешная хрюшка, Поросёнок и телёнок, И пушистенький козлёнок, И котёнок полосатый, И ещё щенок лохматый, Непоседа петушок, И вонюша пастушок, Тилибом, билибом, Как мы весело живём. На картинке найди и перечисли Всех героев этой песенки. Подведём итог урока. Как называются произведения, Которые мы читали на уроке? Правильно! Народные песенки. А как называется раздел, В который авторы включили эти произведения? Правильно! Радуга, дуга. Ещё раз напомню о том, Что вам нужно выбрать одну песенку И выучить её наизусть. Все остальные песенки выразительно прочитать. А с вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, Нажимайте на колокольчик, Чтобы не пропустить очередное занятие. Пишите комментарии, Задавайте вопросы, Ставьте лайки, Делитесь этим роликом в социальных сетях И родительских группах. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго, друзья! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok